здравствуйте дорогие друзья в эфире передача просто о вере я ее ведущий священник сергий рыбаков сегодня возникло желание поговорить о креативности казалось бы сложный такой термин а меж тем он непосредственно связан с православием и со своим ощущением в православии в церкви потому что бог наш бог творец а мы люди сотворцы и вот собственно креативность как некое творческое начало в нас является началом не последним а собственно описывающим образ божий в нас поговорим о креативности с отцом тихоном с хановым клириком казанской иконы храма казанской иконы божьей матери города чапаевска здравствуй бачок здравствуйте внимательные зрители внимательные зрители которые смотрят нас регулярно помнят вас когда вы приходили в пиджаке как вы высказали сегодня до эфира на вот некогда вы были психологом ныне думаю психологом быть не перестали но скорее я был преподавателем психологии потому что я психологом ты не работал никогда но в госуниверситете да я преподавал да вот ныне перед нами уже не руслан вот но отец тихон вот и мой наверное вопрос первый из которого мы начнем вот этот вот разговор о креативности вот казалось бы меньше всего он может вопрос этот креативности касаться православия причем здесь просто вере причем здесь вообще вера но для наших телезрителей наверное стоит прояснить что здесь в наших передачах наших разговорах мы еще и кроме всего прочего пытаемся понять себя через веру а через это через понимание себя пытаемся понятие нашего творца вот и первый мой вопрос будет несколько провокативным он взят из того фильма который мы смотрели с вами до нашей встречи почему вы креативный отец тихон ну я надеюсь что так захотел так создал бог вот так же как остальных людей вот ну а почему периодически мне хочется и иногда удается в жизни проявлять вот это вот качество которое есть у всех но это вот стечение обстоятельств и мы и воспитание и то среди в которой я рос вот кстати в том фильме в котором смотрели там был такой намек что проявляют креативности люди которые воспитываются в разных нормах в разных ну каких-то средах воспитываются вот я родился в такой многонациональной семье и в каком-то возрасте я прям ну почти физически ощущал вот это буйство миров которое внутри существует и с одной стороны вроде это был как не очень заметно вот а потом если приглядеть то очень сильно заметно потому что а вот какие-то разные миры разные культуры они проявляются и в жестах и в словах и во взглядах и в атмосфере когда ты разговариваешь с человеком и вот это ото всех впитывается внутри и там просто какой-то котел вот это конечно нужна креативность для начала чтобы выжить выжить лично сна наверно вот тогда вопрос уже следующий зачем нужно быть православному христианину креативным нужно вообще это качество или его можно ну скажем избежать вынести за скобки не всем можно быть креативными или все-таки каждый должен быть креативным ну мы сейчас можем так немножко в значение слова креативности свалиться потому что дать все слова креативность вдохновение вдохновение творчество они такие трудные непонятно как и за хвост ухватить вот как их определить но ну какая-то вот творческость какая-то вот креативность может быть непохожесть вот вот в этих терминах да там зачем православного христианина она просто как воздух не необходимо потому что вот я думал когда про креативность когда готовилась к передаче больше даже не про креативность а вдохновение да вот вдохновение и подумал что не буду в научном русле рассуждать об этом и попытался вот каких-то похожих близких в словах порассуждать вдохновение что такое это стремление жить да когда я вдохновлен я хочу жить в отличие от состояния когда например у меня депрессия уныне да вдохновение это я когда хочу жить но вот в в этом состоянии вдохновленном в творческом есть вот это вот стремление в составляй в состоянии когда я вдохновлен и чем-то занимаюсь, творчеством творю, я в этом состоянии люблю, как правило. То есть это состояние любви. Понимаете, да, что я начинаю перечислять? Что это жизнь, это какое-то движение жизненное, это любовь, это выход за рамки собственного я, потому что, когда я занимаюсь действительно, и мне нравится творчество, вот там я увлечен, и когда я целостный, кстати, вдохновение и состояние целостного человека, когда я погружен в творчество, то это самое творчество мне важнее, чем собственное я, чем какие-то числавные помыслы. Как раз, когда артисты в театре, например, выступают на сцене, то очень важно, чтобы он спектакль, как бы, свою роль любил больше, чем себя. Ну, не себя любил в спектакле. Я просто для наших телезрителей сейчас проясню, потому что вдруг неожиданно батюшка чего-то говорит про сцену, про театр. Отец Тихон у нас занимался детским театром. Да, ну, дай бог еще и это еще будет. Ну да. Сейчас пока временно приостановлена работа театральной студии, но некогда была в городе у нас театральная студия, которую возглавлял как раз будущий отец Тихон. И даже я-то, насколько понимаю, вот книжка, которая лежит перед вами, бородатая педагогика, написанная вами, она, в общем-то, и про креативность тоже. Да. Вот. Видно ли я? А, рожицу видно, классно. Тут вот это, ну, типа я, на самом деле, так случайно получился, а тут дети вот на бороде, тут они на всем. Ага. Давайте еще разок вот так вот покажем. Вот. Вот в связи с этим... Похвалиться. Можно ли в пост похвалиться? Можно, можно, и тем более, что... В общем, я ее принес на всякий случай, на самом деле. Да, занимался театром, и поэтому вот как-то в этом русле я тоже соображал, что такое креативность и вдохновение. И вот, когда я перечисляю какие-то слова близкие к слову вдохновение, то я понимаю, что эти слова близкие к слову и духовность, эти слова близкие к слову Бог. Вот. И само слово вдохновение очень близко к такому, например, слову Богодухновенность. Мы знаем, что наше писание, оно Богодухновенно. Ну вот как-то и православному человеку просто необходимо быть творческим, потому что у нас очень такая, ну, такая строгая система. Ну, церковь вообще, она строга достаточно, и по причине такого устава монашеского, может быть, она вот строга. Но для того, чтобы войти в церковь, необходимо вот эти все правила, уставы, их как-то усвоить, вот, и внутренне пережить, вот. И для этого нужно быть, конечно, творческим. Даже вот мы разговаривали там, ну, с людьми, да, я разговариваю про правила, вот эти утренние, вечерние наши правила, молитвы. Вот есть молитвка такая, в которой исповедуются грехи. Я говорю, а как вы молитесь на этой молитве? Ну, там, читаю, там, вот. Я говорю, ну, вы этот грех совершаете? Сегодня совершили? Нет. Ну, и очевидно, что этой молитвой, если ты молишься, то ты не должен ее произносить. Ты должен ее прочитать, ну, как, не должен, а можно, да, ее прочитать и попытаться воспринять того человека, который написал эту молитву, в каком состоянии был, и как-то вот внутренне приблизиться тоже к этому состоянию, и уже от своего сердца, уже по поводу себя подумать, а в чем я сегодня, да, вот, был неправ, может быть, вот. и это же творческая составляющая. А если, если мы к этому, к этой молитве, к этому правилу учения подходим, не творчески, не личностно, не креативно, вот, просто глупо, слепо соблюдая, то мы превращаемся в фарисеев. Я думаю, что, если из церкви уйдет творческость, уйдет вот эта вот, ну, креативность, мы превратимся, к сожалению, в фарисеев. Вот. То есть, это, это будет такая, но при этом нужно быть очень аккуратным, потому что в церкви у нас есть каноны, у нас есть правила, это вот нечто такое очень, очень важное. А креативность это то, что это разрушает. Ну, вот эти нормы, каноны, правила часто это разрушает. Я бы сказал, не разрушает, но скорее делает гибкими. Ну, да. Потому что вопрос вот этих вот канонов и правил, это вот как раз тот самый вопрос, перед которым в некотором недоумении развели руки фарисеи. Да. Это вот... Как соблюсти букву. Да. Без креативности это невозможно, но на таковых нет закона. Вот на таковых нет закона. И нам нужна креативность, нам нужно вот это Божие подобие, вот вот это вот наша творческость, творческое начало, нужно вот это Божие подобие, чтобы в этих законах разобраться. Есть такая книжка, я не знаю, кстати, она может даже какая-то полу юридическая, Андреев, он, как он, вот который Роза Мира, помните, написал? к нему неоднозначные отношения, да, у православной церкви, но в целом-то мне он нравится. Хотя он себя, конечно, ортодоксом не считал, мягко говоря. Ну, в общем, у него есть художественные произведения, и мы же можем их читать, и рассуждать о них, и так далее. Вот, так же, как, ну, там, Толстого читаем, да, вот, у него есть рассказ про, как вот в фильме есть «Монах и без», да, вот, у него есть монах, те, рассказ, в котором черт хочет покаяться, и у него это не получается, ему каждый раз дают какие-то наставления, вот, ну, ты, например, защити там слабого, он защищает, и при этом другого убивает, ну, в общем, какая-то праведность не получается, он вроде все соблюдает, а у него опять получается не то, он вроде все соблюдает, опять получается не то, вот, у него нет вот этого вот, того, на что нет закона, вот, нет вот этой любви, нет вдохновения, нет вот этого выхода за рамки, для того, чтобы в конце концов эти, осмыслить смысл этих рамок, и выполнить все так, как оно должно быть. Потому что в Евангелии читаем, там Христос постоянно что-то нарушает. Почему нам так часто в Евангелии открывается то, что Он в субботу что-то делает? Ну почему именно так? Потому что в этом есть... Вообще там, да, если вы вспомнили про субботу, там очень интересный момент. Потому что суббота — это сейчас как бы у нас день безделия, так воспринимается, когда мы говорим про заповедь субботнего дня, что это какое-то время, когда делать ничего нельзя для иудеев, когда они должны всецело быть преданы мыслям о Боге. С одной стороны — да, а с другой стороны люди забыли, почему вообще седьмой день стал днем покоя, потому что в этот день завершено творение, и в этот день должно торжествовать все. Должна торжествовать жизнь. Вот в молитвах пасхальных, в канонах, там регулярно повторяется фраза «И пусть жизнь жительствует». Казалось бы, какое-то такое масло масляное. Между тем, вот, собственно, Христос, когда приходит, он ведь в субботу не просто там, не знаю, воду в вино превращает, а он, в общем-то, возвращает к жизни людей. У этого, там, скажем, парализованная рука, эта женщина там согнута пополам, разогнуться не может. И может ли она субботний день, как день торжества жизни, праздновать? Вот она в синагоге, а жизнь в ней не жительствует. И в этой ситуации Христос с одной стороны нарушает заповедь субботнего дня, седьмого дня, а с другой стороны... Исполняет ее как надо. Да, и в этом есть очень такой большой смысл. Вот, кстати, вы начали с провокационного вопроса. А я так вот тоже провокационный вопрос. Курить — это плохо? Вот ребенок курит, да? Подросток закурил. Вот, не дожидаясь ответа на мою провокацию, перейду к теме рок-н-ролла. Есть такая передача про рок-н-ролл. Там тоже вопрос. Рок-н-ролл — это плохо или хорошо? Там у Минска есть священник, очень много батюшек там разных. И вот... И Кинчев там, по-моему. Да, потрясающе. Не у вас ли я своровал это видео из контакта? И, в общем, там беседа с подростками тоже. И вот там вокруг да около хорошо или плохо. И вот там есть одна из идей, что вот в то время рок-н-ролл — это был голос искренности. Это был крик, который вот, знаете, тошно. Тошно вот здесь тошно, там тошно. И нужно вот воздух, нужно вдохнуть. Вот рок-музыка в то время в том числе был вот неким таким вот каким-то воплем, стремлением к жизни. По-разному это все исполнялось и так далее, но первоначально вот это вот какая-то вот вот это движение. И бывает такое, я вот категорически, конечно, плохо к курению отношусь, но однажды увидел одного мальчишку, который закурил, и так прям я на него смотрю и думаю, ему, наверное, тошно так, и вот он так курит, что вот как будто это бунт какой-то. Но с одной стороны бунт — это вроде как плохо, там революция и так далее, вот в общем вредная привычка, а вдруг он закурит. Мне кажется, он в конце концов не закурит. Вот он какой-то бунт проявляется, потому что ему здесь его в школе, дом его, и беспробудно как-то все это очень болотисто, и очень все скучно. Вот скучно в плане экзистенциальном. Вот как-то. И он прям берет, и вот на тебе вам. И в этом, в этом есть много плохого, но не спешишь это осуждать, потому что в этом есть и желание жить. И креативность, творческость, она вещь опасная, что же там говорить, что человек может там всякого натворить. Но в этом есть жизнь, в этом есть стремление к любви и есть стремление к Богу. Можно ли говорить о том, что у креативности есть знак плюса и знак минуса? Да, безусловно, да. Есть. Ну, тогда является ли креативность креативностью, когда она со знаком минус? Она творит или она вытворяет? Вытворяет, но это свойство нам данное, и мы в нем свободны. Дело в том, что если бы оно было очевидно для знаком, со знаком плюс, тогда в нем бы не было свобода нашей. Но она как воля. Воля у нас, ну вот у нас есть воля. Мы можем так сделать, можем так сделать. Вот креативность – это вот какой-то выход за рамки, но в этом выходе за рамки можно быть и пребывать в иллюзиях, можно. Можно напортачить, можно разрушать, тоже выход за рамки, разрушать. Вот. А можно что-то новое создавать, можно вдохнуть, наполнить жизнь, сделать это что-то свежим, новым. И у всего и у этого есть разные, конечно, знаки. Вот. Можно в творчестве своем, в каких-то продуктах креативности пребывать в страстях, а можно и соприкоснуться с божественным. И вот знаете, о чем сейчас вспомнил, что вот очень многое есть у нас в правилах, и мы их берем и вот как бы выполняем. А так вот, если вспомнить, как мы на самом деле можем святым, например, отцам подражать. Они же все сочиняли. Вот все молитвы, которые мы читали в утреннем правиле, их же сочиняли, но их же писали, они же все были писателями, они же все творили. Они не просто там следовали каким-то правилам, они же все творили. Сколько работ, сколько трудов. И если мы им подражаем, то мы должны быть еще и творческими. И есть такой еще момент во вдохновении, что им можно заразиться и можно его черпать, да, откуда-то. Вот, например, я вчера вдруг обнаружил, что источники моего вдохновения, я думаю, без Ильина, кстати, не было бы в этой книжке, источники моего вдохновения, например, Иван Ильин и Льюис. Неожиданная пара. Вот, например, но как они вот так пишут и что они пишут и как они это делают, это совершенно ну невозможно, это свежо, это новое, и это духовно, и это и близко, вот, это настоящие такие труды, вот, от них отталкиваешься и можно размышлять тоже о духовном, как-то вот, не знаю, в чувства, что ли, приходишь иногда, вот, как-то они вдохновляют. И святые отцы тоже ведь, вот, если по-честному и с интересом, и с пытливостью, и с любовью подойти к их трудам, канонам там, к акафистам, вот, и если их через себя, и если к ним творчески, и тогда в этом очень много жизни, любви, и тогда это вот рождает в тебе опыт какой-то веры настоящей, внутренней, и в этом смысле нужно быть творческим, потому что, и, кстати говоря, помните, Момар Дашвили, первый раз я 15 лет назад эту фразу услышал, а текст порождается актом его чтения. Мы очень много читаем. И, как бы, с одной стороны, текст нам дан, и описание нам дано, и отцы нам даны, все дано нам, но если мы не будем творческими, мы ничего не прочитаем, для нас это останется тайной, загадкой, и вот здесь мы поставим многоточие, потому что время сегодняшней нашей встречи подошло к концу. Как быстро. Как быстро, да. Вот, несмотря на такой достаточно тягучий, вот, мне нравятся такие тягучие разговоры, разговоры. На сегодня мы закончим, но для наших телезрителей, опять же, приходится это каждый раз напоминать, что встреча у нас будет не одна, и в следующий вторник мы продолжим с вами разговор о креативности, и так как вы, кроме всего прочего, еще и педагог, мы поговорим о том, можно ли воспитать или как-то возделывать в себе креативность. Спасибо вам за сегодняшний эфир, а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся, в следующий вторник продолжим разговор о творчестве, о креативности. Храни всех вас, Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова